парни и девчонки всем привет я прекрасно понимаю то что многие подписчики канала сейчас ожидали именно видео про машину например там про honda accord или про иную автомобиль обязательно будем делать сейчас просто на 10 дней буквально уехали отдохнуть 15 ноября я возвращаюсь домой и соответственно будем продолжать съемки ближайшим автомобилем у нас будет скорее всего джип гранд чироки действительно легендарный автомобиль на вторичном рынке трехгодовал автомобиль стоит порядка полтора миллиона миллион пятьсот миллион шестьсот ну за эти деньги можно найти в принципе в адекватном состоянии что ломается и на что обратить внимание обязательно расскажем посмотрим поэтому оставайтесь с нами на канале данное видео будем считать промежуточным кого интересует только обзор автомобилей не смею вас больше задерживать ближайшие выходные обязательно порадуем чем-то новеньким ну а всем остальным просто ребята я вам сейчас такие виды покажу просто вот я прекрасно знаю то что сейчас в москве хмурая погода дожди идут какие-то ледяные дожди там передают очень холодно то плюс то минус через если это видео уже вышло значит я также уже дома уже наверняка промочил себе ноги возможно хожу там шмыгую носом но сейчас мы находимся в лете и давайте я сейчас все расскажу и просто постараюсь зарядить немного летним настроением пойдемте есть что показать а находимся мы на острове в доминиканской республике вашему вниманию атлантический океан если пойти в другую сторону и перейти просто остров то там будет карибское море сегодня 11 ноября погода сейчас плюс 28 градусов время пол четвертого дня ноябрь понимаете здесь погода такая круглый год доминикана на самом деле это такой такая республика контраста здесь есть красота есть такой срач о котором просто вы никогда не увидите в интернете на каких-то картинках особенно когда вы выбираете какой-то отель или вообще в целом смотрите какие-то документальные фильмы за путешествие а я вам его сейчас покажу начнем с красоты пойдемте просто подойдем поближе к океану и вы посмотрите сами на пляж который находится рядом с отелем с отелем natura park пятизвездочный отель где мы остановились про него мы чуть позже расскажем поподробнее но сейчас вам покажем просто дикий прилегающий пляж сам атлантический океан на самом деле в дневное время очень красиво особенно в солнечную погоду потому что вода кажется такой бирюзовой лазурной пляже имеет белый песок покажи просто пляж но пляж даже прилегающий и также даже отельный пляж имеет вот такую грязь грязь вот это вот это просто водоросли который выбивает сам океан здесь же пониже вот если посмотреть валяются кокосы различные какого-то рода дерево бамбук что ли и пальмы завалены постоянно идет волна она их вымывает и они падают это в принципе не проблема это даже какую-то некую свою красоту рыбакам и любителям вкусно поесть особенно морскую кухню например лобстеров рыбу океан дает такую возможность но не вот так как вот этот мужик вы просто посмотрите покажу этого он сейчас занимается откровенной порнографии стоя возле этого океана с такими волнами что-то он там кидает что он пытается поймать одному богу известно потому что местные люди берут просто гарпун с ластами заплывают подальше в океан он ныряет поглубже и только там вот он может что-то поймать частенько встречали такую картину особенно в социальных сетях бывает когда у кого-то на стене такая появляется знаешь домик нарисован возле океана либо возле моря ну на побережье написано бросить все и уехать далеко-далеко навстречу судьбе вот давай бросай все продавай машину продавай квартиру и пожалуйста такого рода дома в принципе по самой республике проезжая не в городах крупных а вот это рядом такие дома принципе есть в них живут не только местные доминиканцы но и приезжие гаитяне гаитяне у них где считают знаешь этот самый низший класс самые бедные люди собственно в продолжение красоте на самом деле это все природные явления если убрать отсюда только бутылки ну и так далее вот этот бытовой мусор а так взять грабельки расчистить пляж действительно будет очень классного даже имея такой домик перед ним просто расчистил все круто сейчас мы отправляемся в отель я вам просто проходя через отель кратко расскажу о нем потому что возможно кто-то захочет здесь отдохнуть остановиться а пока мы идем к отеле я вам покажу что такое райский остров который на котором зарабатывать бешеные деньги на туристах это остров саона там где снимали рекламу баунти продолжаем мы подходим к самому-то пляжу послушайте просто этот звук как поют птицы как они кричат вам привет привет всем подписывайтесь на канал ставьте лайки все убрано все почищено прям видно на что такое все протерли как это дома пыль протирает полы моют то же самое все начищено не побоюсь этого слова все на пидоре на вот мусор присутствует чу не убрали чу не убрали мусор вот он мотоцикл просто смотри ставить сюда у нас racing колеса как узел спера тем не менее ну вот такая тема просто цените сами зато здесь можно делать четкие фотки но просто да на самом деле но видок просто сам представляешь горячая кукуруза чурчхела горячая кукуруза очень много минусов в том плане что есть мусор на самом деле то что очень много туристов все съезжаются ходят остров работать буквально до трех часов дня потом отсюда всех вывозят соответственно есть у тебя будет возможность приехать сюда либо вечером либо ранним утром не упусти тот шанс обязательно побывай здесь это очень классно ну ты сам видишь действительно красиво насыщенно заряжаешься позитивными эмоциями и соответственно доминиканцы живут кайфуют как тут не кайфовать вот сейчас прошлись массаж 20 минут стоит 25 долларов это со скидкой а так 30 долларов и народ заказывать массаж поставишь какую-то денежку зарабатывать сегодня смотрю рыбку носит жареную просто наловил рыбу носит жареную рыбку тоже стоит я думаю порядка 10 долларов вот я так прикидываю омары они же лобстеры ну то как их называет одна штука стоит 30 долларов здесь на острове готовый то есть принципе это не дорого но и с другой стороны то есть есть то там особо нечего за эти 30 долларов возвращаемся с вами обратно отсюда начинается при отельный пляж напомню что доминикана является про американской страной и на самом деле здесь очень много отдыхающих американцев тем более в зимнее время когда у них там становится холодно доминикана для них становится как для нас в одно время была турция лететь им что примерно три три с половиной часа это вот в среднем прилетать что они получают самое главное all-inclusive потому что нигде в америке all-inclusive нет а здесь он присутствует и поэтому эти ребята вот с такими огромными животами здесь сидят вот так состояние пляжа оценивайте сами вот обратите внимание то что этот мусор который падает с пальм вот во что это все превращается оператор говорит о что это все классно это все прикольно напомню всем что оператор это моя жена я же считаю то что неплохо было бы какого-нибудь амиго с утра отправить с граблями чтобы все вещи протирал собирал не знаю там пылесосил но все-таки ты приехал отдыхать ты платишь за это деньги касаемо остального а как я сказал то что интернациональный отель присутствует разной национальности и среди каждой национальности присутствует свиньи постоянно видим такую картину как одни сели покурили просто бычки бросили стакан упал все разлетелось они стали ушли другие бросают бутылки допили есть конечно люди с разных национальности даже не буду их называть которые все за собой аккуратно собирают убирают относят но присутствуют откровенные швайны швайны по-немецки свиньи доминикана это однозначно пляжный отдых а значит тюлень и отдых и пожалуйста смотрите все лежат все отдыхают дело здесь кроме как лежать и загорать больше нечего если ты хочешь здесь хоть как-то так сказать протрястись пройтись что-то посмотреть бери экскурсии экскурсии начинаются все от 80 долларов и выше съездить в город в город 80 баксов съездить на остров который мы показывали 100 долларов тире 150 долларов прокатиться на парашюте вдоль лодки вместе с лодкой два человека 70 долларов один человек 50 долларов и все остальное более интересные экскурсии это 200 долларов и есть также vip экскурсии их очень здесь много они начинаются от 500 долларов и до 3000 долларов кратко за отель на самом деле даже не хочу особо тратить на это время потому что все типовое все стандартные присутствуют бары вот такого рода идут домики двухэтажные трехэтажные в них номера типовые вода все горячая холодная кровати все присутствует говорить о том что это что-то скрипит или это там какой-то старый я не буду так как нас это все устраивает мы люди молодые у нас претензий к отеле нету территория отеля присутствует вот такого рода живность я бы назвал ее дичь федя дичь розовая фламинго сейчас мы отправляемся за пределы отеля а пока мы туда идем поехали съездим санта доминго и посмотрим на улочки столицы утром вот так просыпаешь стоишь мое все все мое вот они улочки санта доминго вот она где лето настоящая дай стоишь или никакой домик то есть балкончик тут бы заиметь себе он там еще где зелень такая растет там можно что-то выйти поделать васечка он стоит дорога переходит белый машины ездят погода ваще ништя мы сейчас находимся на при отельной парковке обратите внимание просто на дорогу хочу сказать одно что доминикана является страной постоянно развивающейся и здесь очень много очень много элитного жилья американца именно голливуд здесь принципе все начиная от энрике и глейсис вин дизель шакира и там пошло-поехало общем все топ звезд которые там присутствуют а также миллионеры имен которых мало кто знает они здесь есть их виллы и различного рода дома замки стоит от трех миллионов долларов и выше средняя какая-то такая знаешь дачного рода вилла как у нас здесь как бы нет такого понятия слова коттедж здесь все как бы вилла 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 только отличается размером территории и самой самой виллы можно купить за 500-700 тысяч долларов квартирка однокомнатная или двухкомнатная но вот по их меркам она будет стоить порядка 150 200 тысяч долларов все что ниже это откровенная дыра халупы что-то вроде как вот мы видели на пляже либо же это будет такой район где у тебя будет на окнах решетки потому что к тебе вечером может прийти гейтеннин сказать эй брат дай мне денег honda accord honda accord ребята но старая сто процентов говорю что это honda местного сотрудника отеля какой-то тут типа security другие автомобили вот бмв x5 старая инфинити и так далее это в принципе сотрудников отеля это персонал начиная от менеджеров и более старших по ступенькам само же население местное в реале ездит на малолитражках у них есть хорошие машины есть такие то что у него плохой дом но в принципе нормальный автомобиль есть откровенный мусор то есть вот в плане машин то есть который уже просто разваливается она едет и в ней сидят как правило гаитяне а это пикапы пикапы здесь также очень любят потому что рядом с хорошим асфальтом всегда есть съезд на проселочную дорогу куда-то в поля где дорог нет как таков вообще на сегодняшний день уже в принципе дорог очень много хороших поэтому они все могут позволить легковые автомобили у многих есть мотоциклы скутеры мотоциклы двухколесный транспорт это здесь приветствуется но сами понимаете лето сел завел недорого бензинчика залил и поехал ты уже при колесах когда вы покидаете отель и передвигаетесь между поселочками вот небольшими частенько можно встретить вот такого рода дорогу и просто такую атмосферу слева справа если просто зайти в глубь подальше будут либо болота либо какие-то тростники либо те же самые джунгли непроходимые действительно пройти будет очень сложно ну покажи вот через такие вещи сложно путешествие сложно наслаждаться природой тем более там вода но красиво вот в плане когда сидишь в машине с кондиционерчиком с классной музыкой и едешь просто путешествуешь наслаждаешься виду касаемо многим любимой в россии toyota camry здесь она осталась только в таком кузове и за все время что и мы здесь были есть уже второй раз я ни разу не встречал новую camry вот этот кузов видимо приелся полюбился он остался черная тонированная на 20 дисках тормозная система brembo какой-то такой пижончик ездит ребята но ты вот представь сел ты в машинку открыл окошко так вот да щелочка или полностью плечишко положил music у тебя там и ты просто едешь в санто доминго а в санто доминго по вечерам там такие тусовки то есть там место населения поиски 7 вечера ежедневно тусит они не пьют у них нет такого понятия к у нас знаешь сел тусовка все напился и в мясо все они могут бутылку рома там на пятерых на десятерых пить весь вечер всю ночь это еще к утру что-то там останется очень мало людей курящих то есть сигареты здесь практически никто не курит за исключением сигар сигары же опять же курится не так как вот сигареты каждый там полчаса час сигара курица вот насладился попускал дым но я в этом не понимаю пойдемте дальше все смотрели фильм джиппер криперс вторая часть вот он тот автобус вот он перечень автомобилей это роллеры в общем мы вышли в туристическую часть города основной доход доминиканы это именно туризм именно вокруг него здесь все и строится вторым третьим этапом идут совсем другие вещи например добыча полезных ископаемых это расчет сцена русские да это максимка дубисканский да это мой френд да как тебя зовут дима дима максимка очень приятно давай я парни короче тот максим кого все разводчик кто-то еще такой говорит слушай давай сделаем не рекламу и на самом деле говорит давай эти горько с какой-нибудь сувенир а ты ничего нибудь расскажешь мне просто так прикольного ему ему 23 года он на самом деле выглядит намного моложе младше короче я согласился пацаны настроение отлично вот улица вот это если вы будете в отеле натуро парк идите сюда это магазин 15 ориентирован для вас будет а тора кафе и магазин 15 вот он он здесь короче будет максимка у него есть картины всякие рубашки футболки в общем всякому то есть кто-то захочет мама хуманна максимка макс а ю дискаунт по майсаб скрипс yes yes here i'm from russia i'm from moscow channel машкова дмитрия and you discount ok обещаешь все давай максимка оказался очень болтливым собеседником ушли от него когда уже было совсем темно ну а наши чемоданы уже собраны утром и улетаем домой подписывайтесь на канал подписывайтесь на инстаграм канала ставьте лайки мы надеемся что мы вас хоть чуть-чуть зарядили атмосферой лето всем до новых встреч пока пока